Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они были два ученика спасителя мира И сегодня мы чествуем святую равноапостолю великую княгиню Ольгу Это первая святая нашей земли Киевской Руси Украины не было тогда Тогда была Русь, так как столица была, город, ну как город, более-менее оживленный поселок Это был Киев, но потом называлось, князья назывались все первопрестольные, это был Киевский И вот княгиня Ольга, будучи язычницей Сейчас не хочу пересказать, конечно, те моменты, которые были связаны с ее прошлой жизнью Но один из вопросов, которые показывают ее черту характера, какие там были страсти Она была замужем за Игорем Его тогда были междоусобные разборки, языческие воины Его умерли следующим образом Поймали князя, привязали к двум деревьям, наклонили эти деревья и отпустили И вот таким образом был разорван ее муж Конечно же, она отомстила за такое поругание И когда пришла уже возраст мудрости, она увидела суетность всего того, что происходило Воины, завоевания, княжеские титулы, почетные какие-то звания Все это было ничто Посреди тем, что она услышала, уже христианство-то понемножку проникало Проповедь Андрея Пирозанова и его водоруженный крест, конечно же, дал те ростки, которые были посеяны за тысячу лет До крещения Киевской Руси А княгиня Ольга скончалась за 20 лет до крещения Киевской Руси То есть еще 20 лет прошло того момента, когда она сама крестилась в Константинополе Когда она привела священников Когда она привела книги, которые были принесены крест животворящий Вот был водоружен, церкви начали строиться Но еще прошло долгих 20 лет Сын ее святослав, не стал христианином Он как был язычником, безбожником Как проливал крови собратьев своих, единоплеменников, завоевывая новые земли Так он остался невежда А вот во внуке, так как сын все время воевал, а у него было три внука Уже там, не помню, там, первый Владимир, конечно же Потом и еще два внука Иерополк, как-то так назвали такие Вот она смогла проявить им вот эти вот родские христианства И уже во Владимире проявилась вся полнота христианской добродетели Но это надо было ждать целых 20 лет после ее кончины Потом она была прославлена уже князем Владимиром, ее внуком Уже были обретены ее нетленные мощи Написано, что великая была радость, когда мощи были все, как живая она была И одежда не слела, и мышцы кожи И так были целы Поэтому, таким образом, уже с того момента Уже было почитание святых мощей у нас на Киевской, Святой Руси Сегодня у нас есть такая возможность помолиться Святой Великий Анатолий Господь к Нине Ольге Чтобы она, как она, как мы иногда приводим своих внуков И думаем, ну хоть в них там прозябнет вот это вот То семя, которое вот нам Господь нам дарил Так и вот эта княгиня Ольга молилась за внука своего Владимира Что, может быть, хоть в нем просяет та благодать и та радость Которая дарует спасение народу, который был вверен под их распоряжение Ну и ее молитвы были, конечно же, услышаны Святая Равноподная и княгиня Ольга Моли Бога о нас Благодаря дате тысячи трестилетия Крещения святой Киевской Руси Первое Среди прославившихся Которую Господь прославил Угодницей Божьей Это была святая Равноподная Княгиня Ольга Иметь в виду земле Русской То есть земле, которая на Киевских горах Воссияла благодати Крест Животворяющего друзей Равноподной Первый Апостол Крестов Первый Андрей Первозваный И вот это Семя, которое было посеяно Спустя тысячи прочистилет Оно воссияло в благодатном сердце Равноподной Великой княгини Ольги Разные народы По-разному Начали свое Существование И по-разному Писали свою историю Возьмем Наших Великих Захянских Слово Сами придумайте Американцев У них история Началась с того Что они Выбили коренное население Индейцев Потом Междуусобные Стычки Юг, Свея, Севера Потом Собрались с Европы Все беженцы Которые Вот имели Неблагоприятное Своё прошлое И вот создалась Такая Могучая Империя Американцы А наша Империя Империя Киевской Святой Руси Она созидалась Святой С молитвы Равнопостного Княгини Ольги С крещения Святого Равнопостного Князя Владимира С просвещения Первые буквы Азбуку Мы получили От Равнопостного Кирилла И Мефодия То есть мы С вами получили Равнопостольское Благословение Вот так Как созидалась Наша первая Христианская церковь Так просвещался Наш народ Поэтому Сегодня Мы с вами Христиане Последнего Поколения Будем так Говорить Мы тоже имеем Такие же Страсти Такие же Языческие Наклонности Такие же Трагедии Как имела Легиня Ольга Ведь ее сын Святослав Он так и не принял Христианскую веру Как она не билась Как она не умолила Господа Бога Как она не старалась Его вывести Из этого Загружения Языческого Он не поддался На все уговоры Спогнаем своих детей Кого они есть Есть То же самое Получилось Практически Та же самая трагедия Но во внуках Уже произвела Другая Другая История Совсем другие Ростки Совсем другие Добродетели Поэтому Никогда не унываем Всегда именем надежду На Творца и Бога нашу И прибегаем К святым молитвам Тех угодников Божиих Которые мы сегодня Почитаем А сегодня мы почитаем Святую Равнопостольную Великую Легиню Ольгу Старую Равнопостоль Легиня Ольга Молит Бога Нас Святые Молите Бога Нас Святые Молите Бога Нас Те покупали, пошли на торговлю, те пошли мимо, поэтому ничего не поменялось за эти две тысячи лет. Кого Господь избрал, призвал, то он и придет к спасению. Поэтому никогда не отчаялись в вопросах, что нас, кого крестьян, очень мало. Нас всегда было мало, нас было ничтожно мало. Даже среди христианского нашего мира, православного Украины, православного, христианский мир, и то мало верующих православных христиан, которые спасут свою душу. Мы стараемся к этому идти, мы стараемся принять эту благодать. И дай Бог, чтобы вера наша спасла нас. Как та женщина, которая умывала слезами, отирала волосами, помазала миром ноги Спасителя. Ей много было открыто, значит много ей будет и дано. Поэтому аналодчик остается, Акафис остается, Акафис и Божия Матери. Сдается кто бы совершил сугубый подвиг, приходите, молитесь, принимайте Божие благословения, Божию помощь. По вере вашей дастся вам. Хранился Господь Бог. Завтра Акафис, Престой Богородицы, Ее чертворном образе, Троя Рученица. Это говорит о том, что надо прочитать, что это за икона, что за три руки там изображены на этой иконе. Ангела всем Хранителя, Бог всем помощь. До новых недели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok